Здравствуйте! На государственном телеканале Западная Армения очередной выпуск новостей сегодня в эфире. Проблема загрязнения озера Ван будет решена программой защиты. Погаршак Аруценян и Сергей Шайго обсудили вопрос армян-азербайджанской пограничной напряженности. В Арцахе реализуются программы по развитию высокодоходного сельского хозяйства. Эрдоган забил гол в свои ворота, предъявив Германии геноцид в Намибии. Зарегистрирован новый рекорд девальвации турецкой лиры. Малоизвестные места – Западно Армении – озеро Кишиш. В Баграване строится деревенский музей и домик, представляющий историческую столицу Анны. В Артатон, посвященный Сайот-Нове, в этом году прошел без концерта. В Западной Армении на озере Ван, содержащем наибольшее количество соды, начались работы по предотвращению загрязнения и обеспечению чистоты озера для будущих поколений. В этом контексте меры, которые необходимо предпринять для защиты озера Ван, обсуждались в сотрудничестве с Министерством окружающей среды, городского развития, Министерством сельского и лесного хозяйства, Генеральным директором Ильбанка, Марс Петараном, Университетом Ван Сан-Тенеал, Муниципалитетами Ипекиолю, Тушпа, Арчеш и Артамет. После соответствующих оценок были зарегистрированы все причины загрязнения и был подготовлен план сохранения бассейна озера Ван, чтобы предотвратить загрязнение озера с точными водами и твердыми отходами. На симпозиуме по озеру Ван, который намечен в Ване на 1 июня, будет доработана программа мероприятий. Определена дорожная карта по природоохранным работам. В рамках плана природоохранных мероприятий продолжаются работы по сносу амбаров вокруг озера. 31 мая исполняющий обязанности министра обороны Республики Армения Вааршак Арутюнян провел телефонный разговор с министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу. Как сообщили новости Армении, news.f.min.обороны, министры обороны двух стратегических союзников обсудили ситуацию на армяно-азербайджанской границе и пути реализации достигнутых договоренностей в ходе встречи в Москве на прошлой неделе. В беседе с Арцахпресс заместитель министра экономики и сельского хозяйства Арцаха Тиграна Растамян сказал, что фермеры, желающие импортировать племенной скот из-за границы, получат льготные условия, а государство субсидирует 50% стоимости. Пересмотрен объем поддержки теплеть. Стоимость из саженцев, фактически созданных вновь посаженных садов, будет возмещаться от минимума полгектара и максимум 10 гектаров. В программу включены все основные фрукты, которые выращиваются на территории нашей республики, сказала заместитель министра экономики и сельского хозяйства Виллиан Аветисян. По его словам, после 44-дневной войны Арцах потерял около 95 тысяч гектаров пашни. Это причина, по которой министерство призывает заниматься высокодоходным сельским хозяйством. Колумбниц спутник Армении анализирует последствия решения Германии о выплате компенсации за геноцид народов Южной Африки. Власти ФРГ показали правителям Турции цивилизованный путь решения проблем, созданных предшественниками. Германия официально признала и осудила факт геноцида, осуществленного в начале прошлого века кайзеровскими колонизаторами на территории современной Намибии. Более того, Берлин выразил готовность предоставить компенсацию. Параллели между преступлениями немецких поселенцев и османских младотурок вполне уместны. Создан еще один важный претендент, который, несомненно, приблизит день окончательного международного признания факта геноцида против армян. Речь о событиях, произошедших в начале 20 века. Германия в те годы все еще была метрополией, владевшей множеством африканских колоний. Полная версия статьи доступна на нашем сайте. Нестабильность на валютном рынке Турции продолжается. Национальная валюта Турции, турецкая лира, которая в течение последнего года неуклонно снижалась по отношению к доллару, евро и фунту стерлингов, 28 мая установила рекордный уровень по отношению к турецкой лире. После того, как в ноябре 2020 года обменный курс лиры составлял 8,58 лиры за доллар, что было историческим рекордом для лиры, 28 мая самый высокий обменный курс был установлен на уровне 8,61 турецких лир за доллар. Этот индекс является новым рекордом в истории турецкой лиры. Озеро Кешиш – остаток урарского региона Ван Западной Армении, продолжает очаровывать своих посетителей. Озеро Кешиш находится в долине горы Элиек, в 30 километрах от Вана. Озеро площадью 4 километра. Окружающие горы и плато являются одной из самых главных туристических достопримечательностей. Озеро Кешиш, которому 2700 лет было создано урарским царем Руссой II для орошения сельскохозяйственных угодий. Озеро, расположенное на высоте 2550 метров над уровнем моря, площадь которого в зависимости от количества осадков колеблется в пределах 4-7 квадратных километров, имеет площадь водосбора. Озеро Кешиш, которое ежегодно посещают сотни местных и иностранных туристов, в этом году молчит из-за эпидемии коронавируса. Хоть и многие горожане ходят к озеру каждый день, чтобы собирать растения, растущие в этом районе. Наряду с другими райами Западной Армении стоит посетить и озеро Кешиш. Уважаемые соотечественники, если у вас есть возможность, обязательно рекомендуем посетить как с точки зрения знакомства с нашими историческими местами, так и с точки зрения отдыха. Село Багравана Нинского района имеет статус приграничного. Село Норшан-Харьков находится в приграничной зоне, является административной частью Багравана. Эти села считались пригородом исторической столицы Анны, где дома были построены из камней карьеры Анны. Камни разрушенных и заброшенных домов стали стеной для дома-музея в Баграване. Этот регион был пристаничен для торговцев, приезжающих в Анны. Строящийся дом будет выполнять одну функцию. Здесь будет сельский музей, где будет представлена деревенская жизнекультура. Старые и забытые орудия труда – первые экспонаты, которые были собраны из различных сел Ширакского района и перевезены в Баграван. На примере Багравана они решили показать и использовать туристический потенциал деревень, который может напрямую изменить уровень жизни сельчан. Ежегодный фестиваль Тбилиси, посвященный армянскому поэту-композитору Саят Нова, в этом году прошел без концерта. Последнюю неделю мая в Артатон ежегодно отмечается в Тбилиси. В этот день в старом районе Тбилиси на площади Горгасали ежегодно будет проходить большой концерт в честь Саят Новы. Однако в этом году праздник был другим из-за ковида. Армянская община Грузии начала марш от дома-музея Уванеса Туманяна к церкви Святого Геворка, где похоронен великий поэт и певец Саят Нова. Красные розы склоняются к его могиле. Далее для вас песня Айгун Айгун хора Наполеона. Герке балму им сисвана киликя, 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 им киликя. Субтитры создавал DimaTorzok Полная версия видео доступна на официальном сайте государственной телеканала Западной Армении. А на сегодня всё, желаем вам всего хорошего.